Всем привет! Зовут меня Климова Анна. Мой статус 8 звезд со званием Бронзовый Лев в рамках компании Тиньши. Хочу рассказать вам свою такую небольшую историю прихода в компанию. Сама я девчонка простая, с обычного села Красноярского края. Родители у меня, отец всю жизнь проработал в Ричфлоте, мама домохозяйка. Я закончила нашу сельскую школу, переехала в Красноярск, город Красноярск поступать. Поступила в институт туризма. Именно туризм меня интересовал. Моя была мечта объездить весь мир. Я поступила в институт туризма, благополучно его закончила. От института ездила учиться в Китай. Шинянский педагогический университет Лигун Тасю. Это север Китая. Есть сертификат об образовании в этом университете. Потом поработала также в Соединенных Штатах Америки. Два раза туда ездила. Работала в сфере услуг. Это я была горничная, это я была хоустом. Это в ресторане встреча, посадка гостей. Я работала там. Была какая-то, наверное, американская мечта. Мне нравилось там ездить, путешествовать. Но перспектив каких-то моя работа мне не давала. Ни в гостинице, ни в ресторане. То есть я посмотрела на ребят, с которыми работала. С России также, кто живет уже в Америке 5 лет, кто живет уже в Америке 10 лет, 15 лет. Никаких изменений по карьере не наблюдалось. То есть я понимала, если я останусь в Соединенных Штатах Америки, то что со мной будет через 5-10 лет, да ничего не поменяется. Как буду работать в сфере услуг, так и останусь. То есть я понимала, что это абсолютно не моя история. Что я чего-то хочу большего от жизни. И я приняла такое решение, что я поеду в Красноярск как-то развиваться, искать, наверное, себя. Я приехала в Красноярск по специальности, по туризму. Мне предлагали работу в турфирме. Это 18 тысяч рублей оклад. Ну и какие-то там небольшие проценты. Отправляя людей отдыхать за границу. То есть я понимала, что на эту заработную плату я смогу какие-то, ну как-то там ниже среднего, знаете, обеспечить себе жизнь. Но уже самой куда-то ездить, отдыхать, как бы вряд ли я себе смогу позволить ту жизнь, которую я хочу. Искала для себя перспективы. На тот момент я находилась полгода без стабильной работы. Мне позвонили, по моему резюме, позвонила моя наставница. Это Семенюк Юлия Александровна, Золотой Лев компании. Она позвонила и пригласила меня на встречу в офис. Я, знаете, на следующий день пришла в офис на встречу. Это было Рождество. И я даже, если честно, даже не задумывалась, почему мне звонят в Рождество, да, праздник же, мне очень сильно нужна была какая-то возможность. Я хотела очень сильно реализоваться, зарабатывать, ездить, отдыхать, путешествовать и там реализовывать свои цели. И как раз-таки меня пригласила Юлия Александровна на встречу. Мы с ней общались. Мне очень сильно понравился мой наставник. Знаете, это очень красиво. Я там девчонка с таким энтузиазмом. Сразу было видно, что она получает удовольствие от своей работы. То, что ей нравится общаться с людьми. И она с интересом задавала мне вопросы. Я поняла, что я хочу так же. Я хочу так же, можно так сказать, получать удовольствие, кайфовать от того дела, которым ты занимаешься. И Юлия Александровна предложила мне пройти инструктаж, то есть презентацию бизнеса. Я с удовольствием согласилась. Я прошла весь блок. И знаете, что меня очень сильно заинтересовало? Это первое, что компания работает в более чем 119 странах. Это такой широкий, можно сказать, аспект. Это такой гвоздь, что компания очень стабильная, что она развивается уже на протяжении 25 лет. Компания развивается. Я поняла, что это гигант, это крупная компания. Сколько кризисов вообще в России было. Компания плотно стоит на ногах. Еще только все больше и больше развивается. Мне заинтересовало, что компания оформляет официально. То есть я думаю, это тоже такой значок-пунктик, что это стабильно. Третий пункт, что меня очень сильно заинтересовало, это то, что компания напрямую работает с Китаем. Для многих, знаете, Китай связан с ширпотрепом. Когда еще коммерсанты привозили такую дешевую всякую разную продукцию, торговали ей. Но на самом деле не для меня. Для меня Китай, наоборот, ассоциировался с возможностями, потому что я там жила, я там училась. И я как раз там училась в тот период, когда 2008 год, это когда там Олимпиада была. И я свидетель того, когда там строились реально большие небоскребы, как грибы за пару дней. Реально. У меня много друзей китайцев на тот момент было. То есть мы общались, и я понимала, что, знаете, даже раньше была Америка на первом месте по миллионерам, мультимиллионерам. Сейчас какая страна? Ну, Китай. У Китая всегда давал много перспектив, возможностей. Я понимала, что если я буду сотрудничать с этой компанией, то я без куска хлеба точно никогда не останусь. Меня это очень сильно заинтересовало. И еще такой момент, что, знаете, ну, цели, у меня цели большие. У меня папа пенсионер, ему 70 лет, да, почти 70 лет. Он на пенсии, он уже прадед. Понятно, хочется, чтобы отец на пенсии ни в чем не нуждался. У меня мама молодая пенсионерка, да, хочется, чтобы мама тоже как бы позволяла себе то, что она хочет, да, куда-то ездить. У меня мама любит путешествовать, да. Понятно, что папа не может себе позволить, да, там маму отправят за границу. Но я могу позволить, да. Естественно, хочется, чтобы мама была счастлива, ездила, отдыхала, путешествовала. Также я девчонка молодая, да, все нужно. Квартиру надо, надо, машину надо, надо, красиво одеваться, куда-то съездить, там, вкусно покушать. Это все стоит огромных денег, да. И я понимала, что если я куда-то устроюсь, я не знаю, 50-70 тысяч рублей, там, оклад с процентами, там, в наемном труде, то есть я понимала, что я смогу какую-то обеспечить себе, ну, там, жизнь, да, оформить ипотеку, выплачивать квартиру 20 лет, да, там, если не больше. Ну, и там, может быть, раз в год выезжать там в отпуск. Я понимала, что я хочу больше, ну, чего-то в жизни. И меня очень сильно заинтересовали перспективы работы в рамках компании, да. То, что здесь я могу обеспечить себе пассивный доход. В рамках компании я уже объездила 9 стран. Это включая также и Бали, и Сингапур, и Турция, и Таиланд, и Кипр, и Лондон, и Париж. То есть ездили с компанией, с командой огромное количество там в странах, путешествовали, ездили на обучение Тони Робинсона, там, Брайна Трейси, обучались у мировых таких лидеров бизнеса, и у компании очень мощная такая система обучения. Меня это очень сильно заинтересовало. И также, вот, естественно, мне самое первое заинтересовали деньги, конечно же, да, возможности реализоваться. Много целей уже реализовала и по путешествиям, и по покупкам, и по карьере, да, идем дальше. На самом деле, я считаю, что это только начало, еще очень много задач и, там, этапов нужно пройти. Мы вот с нашей командой ездили в Лондон на обучение Тони Робинсона, потом ездили в Париж, там, в Диснейленд. То есть я отсутствовала практически, то есть, ну, практически месяц, да, то есть я там не работала, не давала, как бы, информацию людям, а получила, ну, свой пассивный доход, то есть моя доходная часть ни на сколько не упала, то есть как была, так и осталась. То есть это очень круто, что я могу путешествовать, у меня есть свободное время, то есть у меня есть свобода. Я очень сильно благодарна наставнику компании Тони Робинсона за такую возможность развиваться, за такую возможность иметь свободу в финансах, свободу во времени, да, и иметь любимое дело. Всем спасибо, всем пока.